Роспись по бересте Знакомый принес показать мне картину на бересте, которую он привез с Польши Это было в 90-е годы, когда люди ездили в Польшу Он принес и показал мне Я посмотрела, там была работа не такая невзрачная Видимо, человек только начал рисовать, но сама идея мне понравилась Совсем скоро Елена Ивановна стала самостоятельно рисовать на бересте Пробовала обычными масляными красками, однако они плохо держались на дереве Да и изображение быстро искажалось После открыла для себя акриловые краски по дереву, которыми впоследствии создала десятки удивительных картин Сначала я когда смотрела на бересту, мне было, конечно, непонятно, где здесь писать что Или вот там какой-то нарост, да И я на него, естественно, смотрела Но когда вот человек впервые видит, он не может понять, ну что, как тут его обыграть Вот шероховатая какая-то поверхность, а тут какой-то более такой выпирает объем Ну, непонятно вообще Я вот смотрела на кору, я... Никаких мыслей, вообще ничего Вот хочу, вижу, что натуральный материал, он интересен, что-то в нем есть Первые работы, выполненные 20 лет назад, мало напоминают то, что сейчас делает художница Все приходит с опытом Кстати, обычная кора деревьев для такой работы не подходит Поэтому зачастую мастерица приобретает готовую, уже обработанную бересту Которая вот лежит на земле, она не подойдет Там надо с ним... да, она уже высохла Она... с нее ничего не сделаешь, она будет неровная С нее еще нужно очень важно снять пробковый слой Чтоб осталась одна только корак, в которой березовый деготь А под корой есть пробковый слой Вот его нужно обязательно снимать Я покупала кору готовую, которую уже люди сняли с нее, пробковый слой И потому что самому это... ну не для женщины это труд Елена Ивановна отмечает, что работать с берестой интереснее, нежели с обычным плоским полотном Во-первых, это натуральный материал, то есть природа сама создала удивительное творение с рельефными наростами Которые придают объем картине Во-вторых, по словам художницы, кора отдает неким теплом Тема такая зима особенная Ну, нравится мне, чтобы это было в снегу И этот домик был в снегу И были окошки, в которых горит свет И это уютно, это так тепло Тема маков, это мне вообще нравится Маки у меня везде почти Поля маковые, может быть не обязательно маки, там какие-то еще другие поля Очень хочется сделать лавандовые поля в бересте За картинами очень легко ухаживать Можно просто протереть их от пыли и готово А еще этот кусочек природы хранится много лет, радуя всех окружающих вокруг Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова